Вот так буду сидеть. Наточка, привет, дорогая. Мама без запары, тоже привет большой вам. Сынок, хорошо, спасибо. Теперь еще раз. А сейчас расскажу, расскажу. Смотри, как народ быстро налетает. В час, ну, в 20 минут первого. Не договорил. Ну, вот слушайте. Сейчас я прическу сделаю. Ну, вот слушайте. Я очень эмоциональный человек. Очень эмоциональный. И очень свободолюбивый. И очень дотошный. Леха Пылаев. Ровно такой же. Вот один в один. Мы с ним дружим. Наши интересы, по жизни наши интересы с ним, ну, не сходятся. Он смотрит налево, я смотрю направо. Но по характеру мы с ним, ну, немного похожи. Мы оба твердолобые. Мы оба там считаем, что то, что говорим мы, это является истинной правдой. И переубедить друг друга нам просто, ну, нереально. Мы тысячу раз. Триста человек в такое время, это серьезно. Мы тысячу раз с ним ругались, с Лехой. Но мы потом миримся. Так вот, я боюсь, ты поправился. Чего-то откормили. Ну, немножко поправился. Нет, наоборот, мой муж налево не смотрит. Но я в переносном смысле, Анют. Я боюсь, что мы с ним будем ругаться постоянно. И вот, когда он мне говорит, переезжай ко мне в дом, вот, мы, нам стоит один раз с ним поругаться. И он мне скажет, все, уезжай. А я уеду. И больше, блядь, не приеду никогда. Приеду, но через очень длинное время. Долгое. Но это надо будет опять собирать вещи. Опять это, опять то. Поэтому я думаю, что самое прекрасное, что может быть в отношениях людей, это просто периодически приезжать в гости. Оставаться там на день, на два и уезжать обратно к себе. Вот так будет, я считаю, правильно. И дружба сохранится, и нервы сохранятся, и дом сохранится. С друзьями жить нельзя. Да, конечно, нельзя. Жень, ты прав. А друзей, родственников лучше, вот, правильно, в Германии 22. Тогда лучше не переезжать. Да я не буду переезжать, ребята. Успокойтесь. Я просто вам объяснил. Я просто знаю, что мы с Лехой разругаемся через 3-4 дня. И он мне скажет, уходи из моего дома. Ну, может, не скажет, но... Зачем жить в напряжении? Я буду это чувствовать. Ну, то есть... И мы разругаемся. Зачем это нужно? Я лучше буду жить, где живу. Буду к ним приезжать на выходные на 2-3-4 дня. Вот. Потом... Мы как друг друга заебем, я буду уезжать. Все очень просто. Все верно. Факт. Ну, вот, видишь. А где Артемиха? Артемиха? Это да. Временами встречаться. Поздравь мою доченьку с днем рождения. С удовольствием. Как звать-то вашу доченьку? Или так? Просто в воздух шлепнуть. Понимаете? Как вам моя прическа новая? Хуй из Леха. О, Леха это легендарный человек. Леха это наше все. Леху беречь надо. Это знаете, вот как есть бюст Ленина. Вот это Леха. Блядь, чуть-чуть середина не получается, да? А, вот пробор надо сделать. О, сейчас пробор сделаем. Подождите. Ты бесподобен. Да-да-да-да-да-да-да. Заливай. Кстати, забыл рассказать. У меня была проблема с... У меня шелушилась кожа. Шелушится. Вот тут, здесь, за ушами. Голова. И казалось всегда, что у меня очень много перхоти. И знаете, что произошло? Я переехал сюда, и она у меня прошла. Здесь какая-то вода... Я скажу вам. Я выхожу из ванной или из душа, из-под душа. У меня сухие руки. Я кремом мажу их. У меня такого не было. Допустим, вот там, где вот Саша живет, там такого нет. Там вода помягче. А здесь, и у меня все прошло. И у меня все, блядь, прошло. Вы можете себе представить? Солдатова. Где-где дома? Жесткая вода здесь. Получается, мне подходит жесткая вода. И у меня все, блядь, прошло. Привет, ты, швец. Ну, здорово, Швеция. Вот вам и этот. Шампуни Head & Shoulders. Незоралы. Лук втирайте в голову. Все это чушь. Блядь, вода. Доброй ночи. Дом у тебя холодный или потеплет? Блядь, у меня дома прохладненько. Мне не нравится это, кстати. Просто от Саши подальше встал, и нервы никто не треплет. Слушайте, дело-то не в этом. Есть телефон, по которому тоже можно позвонить и вынести. Это Саша просто колдовала, чтоб съехал. Шуточка. Жень, какие девушки тебе нравятся? Ну, вот пойми. Так, подождите, Машка пишет что-то. Надо внимание здесь уделять особо мне. Женя. Нет, давайте будем читать ее голосом. Женя. Какие девушки тебе нравятся? Ну, вот, сядь, я вот просто представляю, что Маша именно такая. Ну, вот, помимо худенькой, симпатичной и так далее, какими качествами должна обладать? Я вот считаю тебя харизматичным, привлекательным парнем. Почему нет очереди из невест? Что, смотри, ну, во-первых, я тебе отвечаю, что очередь, откуда будет очередь? У меня здесь, в основном, 90% замужние девчонки сидят, у которых уже, блядь, по 27 детей, понимаешь, на лавке сидит, там, блядь, у забора. Очередь. Очередь возникает тогда, когда ты передвигаешься по миру поэтому. А когда ты сидишь целыми днями в квартире, нервов меньше просто, да, очередь есть. Когда ты сидишь в квартире, никуда не ходишь, ни с кем не общаешься, то, как бы, оно все и уплывает. Я же не хожу никуда, моя золотая. А очередь что, в твоем понимании, очередь? Очередь что? Чтобы здесь писали сотнями девушек, ну, никто не... Слушайте, я... Сейчас я поправлю сегодня немного. Кто последний? 10% свободно, красивее Александра не найдешь. Женя, ответ спрашивала, к 35 годам поняла, что друзей не осталось, с чем это связано? Не знаю. Евгений, спасибо большое, у меня... Когда был трудный период, вы меня очень поддержали, спасибо вам большое, вы очень искренне, красивый мужчина, улыбка просто супер. Спасибо. Да поппинс подними. Локонстрест. Вот этот вот. А что-то пыла его пропало. Женя, привет, прическа, как у меня сейчас. Я понял, Крис Азар. Надо, брат, надо... Крис Азар? Это девочка или парень? А, это Кристинка. Женя, придумал стрижку. Я, слушайте, никакой стрижки нету, я пойду на лысо подстригусь и все. Вообще не хочу стричься. А, ты здесь понравился. Но ответь про консьержку, как она, что с ней. Я же без понятия, она уже не работает. Давно уже, кстати, не работает. Идет месяца 4, наверное, не работает. Другая сидит, Гулечка теперь там сидит. Гульнара, по-моему, зовут. Молодая. То ли киргизская, то ли узбечка, не помню. Ну, такая улыбается, хорошая. А что за консервы? Да я не знаю, про что они улыбаются. Ерунду постоянно спрашивают у меня, непонятно. Как сходил на шок? Я не ходил. У меня же язва хватанула. У меня желудок, я не пошел ни на какое шоу. Женя, есть ли муж смешной, такой, как ты? Я смотрю, на него смеюсь. Это хорошо или плохо? Это хорошо. Женя, дом 2, квартиру разыгрывают, старичков собирают, тебя позвали. Я видел этих старичков. Мне сегодня в Инстаграм попался список этих старичков, которых позвали разыгрывать квартиру. Ну, мы к старичкам не относимся. Мы относимся уже к умершим уже просто. Мы к духам относимся. К святым мы относимся уже. Старички, да, старички. У них старички, я видел, там половина из списка, там 3 месяца или 4 на проекте были. И вот они уже старички. Слушайте, они, блядь, вот кто занимается вот этой всей историей, продюсеры, я вам объясню. Сумму. Я деньги попрошу, понимаете? Просто так на канале Ю я не буду там куралить. Посидай, динозавр, блядь, дома. Чумовой динозавр, блядь. Голос у меня приятный. Голос у меня приятный. Ты, короче, Филиппова, ты сама себя уже нахваливаешь. Я понял тебя. В общем, король, не хочу я даже об этом говорить. Тем более у меня ни желания нет, нет. Почему ерунду? Ты же сам просил нас скинуть нам на помощь консьержку, так как унесло. Ну, блядь, все, скинулись, она уехала на эти деньги. В Гагры с любовником. Женька, ответь, пожалуйста. Очень люблю мужа, но перестала его хотеть. Как быть? Ух ты, блядь. Ангелина. Тоже симпатичная, кстати. Но она там про... Это, знаете, это, возвращаясь к вопросу, помните, я как-то в одном из эфиров говорил о том, что любви нет. Ну, между мужчиной и женщиной. Я не верю в любовь между мужчиной и женщиной. Я говорил о том, что люди путают страсть и желание трахнуть своего партнера с любовью. Ну, вот, грустно. Выпей виски. Язву, как лечишь меня? О, язву, сейчас покажу, как лечу язву. Лекарствами. Показать, какими? Не буду, не хочу, лените. Вот-вот. А может быть, душой любит. Да какой душой? Хватит про... Вот только не про душеньку. Со мной про душеньку не надо разговаривать. Про душеньку вот туда. В сторону колоколов. Ты хочешь сказать, что все наши родители по 30-40 лет живут сейчас без любви? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, какая любовь? Ну, а что вы говорите, блядь? Привязанность какая-то. Привязанность. И наши родители по 40 лет живут вместе. А куда им, блядь, куда им сейчас идти? Кому они нужны? Ну, вот он сейчас уйдет по-ханому. Там 60 лет, 65 лет. Вот он с мамкой с вашей 40 лет прожил. В 65 лет мы разводимся. Куда он, блядь, пойдет? У них все совместное. Квартира своя, дача. Все совместное. Делить сейчас все. Детей вас расстраивать. Куда-то идти. Кому он нужен в 65 лет? Да никому не нужен. Матушка, куда она пойдет? Что он? Новые отношения искать. Поэтому и живут люди уже, и живут. Бред. Есть любовь. Нет, любовь есть. Любовь родителей к детям. Детей к родителям. Ну, блядь, не у мужчин, а у женщин. Слушайте, я же свое мнение вам не навязываю. Ну, то есть, вы меня спросили, я вам ответил. Не надо вступать со мной в дискуссию. И меня пытаться переубеждать. Сейчас покажу. Короче, смотрите. Что я пью? По-моему, все согласно, так и есть, правда, жизнь. У меня сегодня 27 лет, как с мужем познакомились. Время летит ужас. Ну, вот видите, даже... Смотрите, я пью. Фоматидин... Фоматидин. Фоматидин... Блядь, я забыл. Для чего? Короче, я его пью. Амепрозол. Амепрозол все знают. И Максилак пью. В Максилаке находятся бактерии, которые борются с... Короче, язва образуется из-за наличия хилактобактерий. Ну, их... Они питаются. И они выгрызают дырки. Вот это и есть язва. То есть, они жрут стенки, объедают. Вот это хилакобактерия. Вот. И, короче, вот эта тема... Вот эта тема. Она их... Рот ебет. Этих бактерий. Она, когда попадает в организм... Она с оружием, вот так, представляет пистолет в голове хилакобактерии. И без разговоров стреляет в упор. Вот. Вот эта штука. Во-первых, она обезболивает, если вдруг у вас боли. И она... Она занимается тем, что налаживает щелочной баланс. По-моему. Вот это тоже чем-то занимается. Короче, вот это стоит 42 рубля. Ну, недорогие, кстати, лекарства. Но они... Но они мне... Но они мне помогают. Это крутая... А, в голове хилакобактерии. Да, да, да. Ты был? Да, был. Так вам нельзя газировку? Нельзя. Ну, а вы что, видите, что я газировку пью? Женя, напиши мне. Я распишу вам лечение. Вы пьете не совсем то. Ёпара с этой. Блин. Стоять. Так. Смотрите. Я вам сейчас расскажу. Сейчас, подождите. Я вас сделаю скриншот. Олечка, смотрите. Где вы? Оля. Оля. А, вот я вообще прикрепил ее. Ольга, смотрите, я вам расскажу. Я зашел в интернет. Почитал, что нужно и откуда язва, что происходит, что нужно для того, чтобы нормализовать, нормализовать там челочной баланс. Ну, то есть вот это. Потом пошел к врачу. Я ему рассказал, врачу, что я вот это прочитал. Вот это, вот это, вот это. Он сказал, заебись. Все правильно. Пери. 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 Пери.